ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ За время работы инженером-механиком на Майнской ГЭС я обзавелся двумя вещами, впоследствии неслабо испортившими мне жизнь. Широкий глубокий шрам около левого виска, из-за которого мне приходится отращивать длинные волосы, кои мне никогда не шли, и непереносимое, граничащее с паникой боязнь темных коридоров. Воспоминания об этом вечере никогда не поблекнут, они так и будут преследовать меня каждую ночь. А эта тварь не прекратит являться ко мне во снах до тех пор, пока я продолжаю дышать. Я не возьмусь утверждать, что мои слова правдивы от и до, хотя я очень хотел бы быть опровергнутым кем-нибудь сведущим, геологом, биологом или даже психиатром. И даже более того, то, что я видел, не может быть правдой. Но признать себя сумасшедшим мне не дает одна единственная деталь, из-за которой каждое мое пробуждение теперь сопровождается истошным и диким воплем ужаса. 15 января того года я находился на ночном дежурстве в главном здании самой электростанции. В своей маленькой, но уютно обставленной коморке, которую с допущением можно было назвать даже мастерской. Кроме меня из персонала во всем здании было человек пять, из которых все, кроме дежурного, мирно и крепко спали. Так как система работала идеально, и уже почти год не происходило даже мелких происшествий. За этот весьма скучный год я основательно засел за книжки и перечитал всего Лондона, Диккенса и половину Достоевского, не считая большого количества различных совершенно мусорных и незапоминающихся книжек, найденных мной в нашей маленькой библиотеке среди эксплуатационных пособий, правил и чертежей. Не удивляйтесь тому, что простой механик может вдруг оказаться на читании и эрудировании вас. Вы просто не знаете, что такое целый год скуки вдали от всякой маломальской цивилизации. Итак, в ту ночь я, не желая как остальные, спать в рабочее время, вышел на левобережную дамбу немного проветриться, дабы согнать себя нахлынувшую от прочтения братьев Карамазовых сонливость. Вместе со мной выбежала наша овчарка Кира, здоровая, но безумно добрая животина пяти лет от роду, которую сюда привезли еще маленьким щенком и растили всем персоналом. Однако, не успел я как следует насладиться местным речным воздухом, а он тут чистый, прекрасен, уж поверьте мне, как из моей рации раздался характерный треск и загорелся зеленый маячок. Дежурный по станции, не буду указывать тут его имя, по рации коротко сообщил, что на пульт управления поступил сигнал о каких-то неполадках во втором гидроагрегате, чему я весьма удивился, ибо тот был отключен еще три дня назад и послезавтра должен был пройти плановый ремонт турбины. Странно, конечно, но проверить стоило. Я решил не беспокоить мирно спавших коллег и взял с собой Киру. Да и то, скорее, для компании, так как даже подумать не мог о том, что мне будет угрожать хоть какая-нибудь опасность. Всю недолгую дорогу до турбинного зала меня не покидало странное гнетущее предчувствие то ли опасности, то ли какой-то тревоги относительно этого сигнала. Не так давно, месяца три назад, ее уже останавливали по настойчивому требованию ныне уволенного за халатность инженера-механика, чье место я сейчас занимал. Он клялся, что каждую ночь на протяжении двух недель слышал странный равномерный стук из-под турбины, из глубины. Но остановка гидроагрегата и последующая проверка самой турбины не дали никаких результатов. После чего начальство решило, будто старик, трезвостью, к слову, не отличавшийся, начал пить уже и на работе, и его быстренько уволили, взяв на вакантное место меня. Я, признаться, был тем еще скептиком. Тогда. Итак, я спустился в турбинный зал. Первое, на что я обратил внимание, во всем помещении витал резкий неприятный кислый запах, который сложно было не заметить. Кира заметалась по лестнице взад-вперед, однако послушалась моей команды и нехотя поплелась за мной ко второму агрегату. Чем ближе мы подходили, тем сильнее был запах и тем беспокойнее чувствовала себя Кира. Скорее всего, запах как-то связан с возникшей проблемой, подумал я, и принял решение спуститься пониже, дабы осмотреть саму турбину. Хотя сам в душе не знал, что могло послужить причиной возникновения этого запаха. Спустившись вниз, я первым делом убедился, по крайней мере, в одной имеющейся проблеме. Ни один из светильников не горел, из-за чего я сразу же предположил, что кислый запах, кстати, ставший тут внутри практически невыносимым, исходит от повредившихся и окислившихся проводов. Осмотрев самую близкую ко мне лампу, я, однако, убедился в том, что провода целы и причина неисправности кроется в другом. Я быстро поднялся наверх и спустился уже с переносным светильником, света которого хватало для того, чтобы хоть немного осветить все внутреннее пространство турбины. Первым делом я принялся осматривать остальные лампы, убеждаясь при этом, что все они исправны и проблема заключалась совершенно в другом. На минуту я остановился и задумался, но не прошло и минуты, как откуда-то снизу, будто бы из спиральной камеры, раздался оглушительный звук удара металла о металл, абсолютно ошарашивший меня. Я схватился за голову, прикрывая уши, но звон, казалось, проникал сквозь ладони и болезненными волнами расходился по голове, отчего я не смог устоять на ногах и упал на холодный сырой бетон. Сверху заливалась лаем Кира, так же не понимавшая, что сейчас произошло. Чуть отойдя от шока, я попытался встать, и только тогда до меня дошла мысль, от которой меня прошиб холодный пот. А что, черт возьми, это вообще было? Во рту резко пересохло, а руки слегка задрожали, когда я осознал, что нахожусь в черти где в жуткой полутьме один, не считая собаки наверху, а снизу происходит что-то ужасающее и наверняка невероятно опасное. Без моей на то воли в голове возникали образы, один фантастичнее и зловещее другого. И лишь недюжинным усилием воли я заставил себя подняться на ноги, убедившись, что более никаких звуков снизу не раздается, и, морщась от все еще раздававшегося в ушах звона, побрел к лестнице. Поднявшись наверх, я собрался было доложить по рации дежурному, но неожиданно во мне взыграло странное и необычное для меня чувство стыда. А почему я принял этот звук за что-то зловещее? Скорее всего, одна из труп плохо закрепленных при первичном переборе отвалилась и ударилась о лопасти турбины. И этого я так сильно испугался. Мужики меня точно засмеют, подумал я. Прослыть трусом, конечно же, не хотелось, и я, чуть помедлив, решил спуститься в спиральную камеру и найти эту злосчастную трубу, после чего уже с ней идти к дежурному за составлением рапорта. Надев защитные очки, запах не очень приятно воздействовал и на глаза, и взяв с собой на всякий случай, мало ли чего там, разводной ключ с переносным светильником, я подошел к лестнице, ведущей в спиральную камеру, и, усмехаясь над самим собой, направлялся вниз по ступенькам. Впрочем, там я обнаружил ту же самую картину. Ни одна из ламп не работала, а запах стоял еще хуже и еще сильнее, чем даже внутри турбины. Чуть осмотревшись, я обнаружил на полу одну из труб, валявшуюся неподалеку от нижней части лопасти, которую, усмехнувшись, подобрал и уж было собрался вылезать, как мое внимание привлек странный гул с другой стороны турбины. Взяв в одну руку светильника, в другой держа трубу, я осторожно подошел к другой стороне. И тут меня уже ничего не могло удержать от страшного, полного отчаяния и ужаса крика. В прочной, мощнейшей бетонной стене камеры была огромная, чуть менее двух метров, в диаметре дыра, уводившая куда-то вглубь, поразительно ровная и невероятно глубокая. Я упал навзничь и в то же время судорожно закашлялся, так как едкая вонь стала здесь уже абсолютно невыносимой и практически съедала легкие изнутри. Все еще заливаясь глухим кашлем, я отполз к ближайшей стене, не сводя изумленно испуганного взгляда с этой дыры. Что это вообще такое? Как? Как здесь это появилось? Я опять нашел в себе силы встать, после чего на негнущихся ногах все-таки подошел поближе, попутно завязывая носовой платок на лицо, на манер респиратора, как вдруг услышал сзади приближающийся лай, который издавала, конечно же, Кира, смело бросившаяся вниз, вероятно, на мой крик. Подбежав ко мне, она, однако, моментально умолкла и спустя мгновение попятилась назад, жалобно скуля и пытаясь спрятаться за мной. Глубина этой дыры и вправду поражала. Я направил туда луч света своего карманного фонаря, который добивал дальше полукилометра, я лично в свободное время проверял, но дна я так и не увидел. Я не имел ни малейшего понятия, что это и как оно вообще могло возникнуть, и решил, что сейчас вызвать дежурного будет уж точно не лишним. Я снял с пояса рацию и уже было нажал на кнопку вызова, когда вновь раздалось гудение. Как я понял, из этой самой бездны только сейчас уже заметно ближе. Тут меня сковал по-настоящему первобытный инстинктивный страх. Липкий, отвратительный на вкус, который охватывает каждую клеточку тела и заставляет его не повиноваться командам бьющегося в панике мозга. Луч фонаря по-прежнему не мог ничего выхватить там, в кромешной и древней темноте этого проклятого тоннеля. А гул все усиливался и усиливался, ровно как и запах, который уже казался будто осязаемым. Меня било крупной дрожью. Пот тек в три ручья, но ноги по-прежнему отказывались мне повиноваться. Как вдруг случилось нечто, по-видимому, спасшее мне жизнь. Кира, отчаянно скулившая все это время где-то у меня за спиной, вылетела оттуда и со звонким лаем кинулась вглубь этой адской бездны, через пару мгновений пропав из виду. Это как будто сняло с меня невидимые оковы страха, и я чуть было не упал вперед, туда же, неожиданно обретя подвижность. Я даже успел пару раз крикнуть, «Кира!» прежде чем увидел в свете фонаря силуэт этой твари, от одного вида которой я немедленно бросился на утек. Подскользнувшись практически у самой лестницы и потеряв сознание, видимо, а может быть, и от пережитого. Последнее, что я услышал, уже падая, жалобный и резко обрывающийся вой Киры. Это было ужасно. Я видел эту тварь считанные доли секунды, но запомнил на всю оставшуюся жизнь. Розоватое существо, примерно полтора метра длиной, отдаленно напоминавшее креветку с парой крупных спинных плавников или перепончатых крыльев и несколькими членистыми конечностями. А на месте головы клубок из постоянно шевелящихся мелких усиков щупалец размером с голову взрослого человека. Оно как будто левитировало мне навстречу, и я чувствовал, что оно разумно. Более того, оно приказывало мне не двигаться, именно оно удерживало меня неведомым образом на месте. И если бы не пожертвовавшая собой Кира, никаких остатков которой затем так и не обнаружили, я не знаю, что со мной стало бы. Впрочем, все это мне могло и привидеться, если бы не одна деталь, которую я обнаружил по пробуждению, и о которой все это время успешно молчал и молчал бы далее. Если бы не тот факт, что неподалеку от Майнской ГЭС не начала бурение одна крупная нефтяная компания. Эта деталь навсегда стерла из моей головы мысль о том, что произошедшее было всего лишь плодом моего воображения. Половина лопастей, каждая из которых была изготовлена из сверхпрочного сплава и весила не менее 10 тонн, была аккуратно вырезана из самой турбины и уже на полу разрезана на мелкие части, о чем свидетельствовала металлическая стружка, усеивавшая пол на всем пути до этой проклятой дыры, которая к тому моменту была уже не менее аккуратно заделана, где следы и обрывались. Расследование по факту хищения лопастей не проводилось и, насколько я знаю, уже никогда не будет осуществлено. Вложение в недвижимость Начиналось все с того, что мои родители вздумали вложить свои кровные в недвижимость. Живут они в частном доме в Подмосковье, и вот им представился шанс приобрести трехкомнатную квартиру в Москве, аккурат возле метро, в достаточно неплохом и зеленом районе, а именно на Рязанском проспекте, прямо возле станции метро. Сначала нас мучили коллективные подозрения, что что-то с этим делом нечисто, ибо квартира была в отличном состоянии, в одной из комнат вообще только что был сделан ремонт, остальные были вполне пристойны и со вкусом отделаны, ну разве что кухня нуждалась в некоторой переделке. А цену за все это благолепие просили совсем небольшую. По меркам московского-то рынка недвижимости так вообще ничтожную. Юрист, консультировавший родичей по этому вопросу, подвоха не нашел. А Михаил Юрьевич, парень, который продавал квартиру, слегка помявшись, мотивировал это тем, что под окнами периодически собирается очень шумная компания неформалов с мотоциклами, гитарами и водкой. Квартира находится на четвертом этаже, стоят пластиковые окна, так что аргумент был, мягко говоря, неважный. Но что уж там, шанс упускать не стоило. И уже через два месяца я отбыл в новоприобретенную квартиру делать ремонт на кухне. Захватил я с собой спальник, пенку, и по окончанию первого сеанса шпаклевочных работ завалился спать. И тут за спиной очень четко заплакал ребенок. Не маленький, лет пяти-шести. Пол я определить по голосу не смог. Малыш тихонько хныкал и повторял «Папа! Папа!» Это продолжалось довольно долго, и я уже подумал, что главную причину низкой стоимости квартиры все-таки вычислил. Мало кому понравится жить через стену с соседским плаксивым детем. Но тут до меня дошло. Через стену там, где плакал ребенок, не было никаких соседей. Там была маленькая комната, единственная из комнат, ремонт в которой был сделан совсем недавно. Я, в общем-то, верить в серхъестественное не склонен и списал все на соседей сверху. Может, акустика пустого помещения так искажает звуки? Как бы то ни было, я завернулся в спальник и уснул. Разбудил меня телефонный звонок. Прошлые жильцы оставили нам аппарат, но я и не подозревал, что он окажется таким громким, да еще и в полпятого утра. Сразу возникла мысль, что у родичей что-то случилось. Я выбежал в коридор и подскочил к аппарату. В трубке долго хрипело и стучало, как будто со связью были проблемы. На мое бесконечное алло никто не отвечал и только минуту спустя я различил в трубке тот самый детский голос, что плакал за стеной. Я смог услышать только слова «Папа, не надо» и «Я боюсь». Затем снова треск и шорок, потом гудки. На этот раз мне показалось, что это была девочка. Тогда мне стало неуютно. Я влез в майку, в штаны и помчался к соседям сверху. Может, там и в самом деле беда какая, а ребенок помнит наш телефон, вот и звонит. Мне открыл заспанный и чертовски злой сосед, мужик лет сорока в трусах и майке. Я начал сбивчиво объяснять ему про ребенка и звонок. Он с просонья ничего не понял и где-то на середине моего нервного рассказа поинтересовался, кто я собственно такой. Как только я сказал, что являюсь его новоявленным соседом снизу, остатки сна с него как рукой сняло. Он пригласил меня на кухню, заварил растворимого кофе и накапал туда приличное количество коньяку, а потом потребовал, чтобы я рассказал ему все с самого начала. Мой рассказ много времени не занял, гораздо дольше сосед смотрел на меня и что-то мучительно соображал. Затем долил в мою кофейную чашку коньяку до самого верха и рассказал. 20 июня прошлого года в этой квартире были убиты трое. Разорившийся бизнесмен застрелил двух дочерей и жену, бросившуюся их защищать. Младшей из девочек было всего лишь 7 лет. Трупы нашли в маленькой комнате, там, где был потом сделан ремонт. Убийство произошло в пол пятого утра. Бизнесмена звали Юрий, а обнаружил тела его сын Михаил, когда вернулся домой на следующее утро. Я готов был скорее признать, что я сошел с ума, чем то, что слышу голоса мертвых детей в телефонной трубке. Но оставаться одному мне в этой квартире совсем не хотелось. Мы просидели с соседом до рассвета, и как только позволила совесть, я вытащил брата из постели и вызвонил к себе. Он приехал спустя три часа, и остаток дня мы с ним прокопошились с плиткой и плентусами. Спал я как убитый, и никаких голосов на этот раз не слышал. Только брат с утра поинтересовался, всегда ли соседский ребенок такой нервный, и что за идиоты звонят мне по ночам. Я подавился горячим чаем, и не стал ему ничего рассказывать. Но на следующую ночь зачем-то поднял трубку. На мой вопрос она успела ответить, что зовут ее Катя, и добавила, что ей страшно, очень страшно, а потом связь прервалась. Мы сдаем эту квартиру, и новые жильцы почему-то отключили домашний телефон и пользуются только мобильниками. А я теперь знаю, что ее зовут Катя, и ей очень страшно. Папа выстрелил в нее дважды, раз в живот и раз в голову. Ей очень страшно, очень. Бывшая жена Случилось это два года назад. Срок моей командировки подходил к концу, и я должен был отбыть домой в Алапаевск. Купив билет, решил побродить по городу, так как у меня в запасе было еще три часа времени. На улице ко мне подошла женщина, которую я сразу же узнал. Это была моя первая жена, с которой я развелся двенадцать лет назад. Зина нисколько не изменилась, разве только лицо стало слишком бледным. Видимо, эта встреча ее взволновала так же, как и меня. Любил я ее сильно и болезненно, и из-за этого мы развелись. Ревновал я свою жену ко всем, даже к ее матери. Стоило ей немного задержаться, как мое сердце начинало бешено колотиться, и мне казалось, что я умираю. В конце концов, Зина ушла от меня, не выдержав моих каждодневных допросов, где была, с кем и почему. Однажды я пришел с работы с маленьким щенком за пазухой, хотел порадовать жену забавным подарком, но в комнате никого не было, а на столе лежала записка. В записке жена написала, что уходит, хотя очень любит меня. Мои подозрения измучили ее, и она приняла решение расстаться. Зина просила у меня прощения и умоляла не искать ее. И вот, после 12 лет разлуки я случайно встретил ее в городе, где находился по служебным делам. Мы долго с ней говорили, и я вспомнил, что могу опоздать на междугородний автобус. Наконец, я решился сказать, «Прости, но мне нужно идти, я уже опаздываю на свой рейс». И тут Зина сказала, «Саша, сделай мне, пожалуйста, одолжение. Я понимаю, что ты спешишь, но ради того, что было хорошего между нами, не отказывай мне в моей просьбе. Давай зайдем в одну контору. Для меня это очень важно, а я одна туда идти не смогу». Естественно, я согласился, но сказал, «Только быстро». Мы зашли в какое-то большое здание и довольно долго переходили из одного крыла в другое. Поднимались и опускались по лестницам, и мне тогда казалось, что на это ушло не больше пятнадцати минут. Мимо нас проходили люди, причем все они были разных возрастов, от детей до глубоких стариков. В тот момент я не задумывался над тем, что могут делать в административном здании дети и старики. Все мои мысли были прикованы к Зине. В какой-то момент она вошла в дверь и закрыла ее за собой. Перед тем, как закрыть дверь, она посмотрела на меня так, будто прощалась, сказав, «Как странно все-таки, я не могла быть ни с тобой, ни без тебя». Я стоял у двери и ждал, когда она выйдет. Мне хотелось спросить ее, что она имела в виду, произнося последнюю фразу. Но она не возвращалась. И тут я будто пришел в себя. Я совершенно четко осознал, что мне необходимо ехать, а я стою здесь и опаздываю на свой автобус. Оглянувшись по сторонам, я испугался. Здание, в котором я находился, было заброшенным строением. Вместо оконных проемов зияли дыры, лестничных маршей не было вообще. Лежали доски, по которым я с большим трудом спустился вниз. На автобус я опоздал на целый час, и мне пришлось покупать новый билет на другой рейс. Когда я брал билет, сообщили, что автобус, на который я опоздал, перевернулся и слетел в реку. Никто из пассажиров не спасся. А через две недели я стоял у дверей своей бывшей тещи, которую разыскал через адресное бюро. Алевтина Марковна сообщила мне, что Зина умерла одиннадцать лет назад, через год после нашего развода. Я не поверил ей, решив, что мать Зины опасается, что я снова буду преследовать ее дочь своей ревностью. На мою просьбу показать мне могилу моей бывшей жены моя теща к моему удивлению согласилась. Через пару часов я стоял у памятника, с которого мне улыбалась женщина, которую я любил всю жизнь и которая необъяснимым образом спасла мне ее. Самое красивое платье История случилась в одном из маленьких городков Красноярского края. Одна женщина, назовем ее Людмила, открыла салон. Платья свадебные и вечерние, аксессуары, ленточки, цветочки. Салон был хороший, довольно дорогой, дела у Людмилы шли неплохо. Постепенно она стала расширяться, приобретала и эксклюзивные модели. Возила их не только из Москвы, но и из-за границы. И вот, из одной поездки в Арабские Эмираты она привезла партию свадебных платьев, одно из которых было немыслимо красивым, выделялось на фоне других нарядов, как хорошая культурная роза среди дичков. Взгляды покупательниц невольно останавливались на нем. Даже если не мерили и не приценивались, обязательно подсокают языком, восхищенно покачивая головой. Ну, это для богатой невесты, не по нашим деньгам, печально говорили многие, узнав цену. Однажды в салон пришла девушка невеста выбирать платье, а с ней парень, как оказалось жених. Девочка продавщица тихонько сказала ей, а вы знаете, что жених до свадьбы не должен платье видеть. Девица фыркнула, сказала, что ни в какие приметы не верит. Она выбрала это шикарное платье, еще какие-то вещички, расплатилась и отбыла с женихом. Дней через десять явилась мать невесты с чеком и покупками, попросила принять все обратно. Свадьбы не будет, как говорится в одном известном фильме. Прошел месяц примерно и платье опять купили. На этот раз невеста была с матерью и подругой, вроде бы все по обычаям. А вот падишты, та же история, через некоторое время и они сдали платье. Людмила придирчиво осмотрела вещь, не повредили ли? Но делать нечего, закон о защите прав потребителей никто не отменял. Что же так, другое платье решили надеть? У вас когда регистрация? Ехидна спросила Людмила. Невеста злобно зыркнула на нее и молча забрав деньги ушла из салона. В практике Людмилы такое было впервые, чтобы одно платье возвращалось дважды. Потом его долго не покупали, несмотря на красоту и хорошую скидку. Брали модели и дороже, но на это платье смотрели, восхищались и проходили мимо. Уборщица от тети Ира, особо умудренная, как-то сказала Люде, видно, платье это не абы кого ждет, ждет настоящую хозяйку. Видать, кому-то предназначено. Тому предназначено, кто деньги заплатит, сердито ответила Людмила. И вскоре ей таки удалось его продать для дочери замглавы администрации района. У Людмилы дрожали руки, когда она упаковывала самую свою красивую модель в специальную коробку под взглядами молчаливых женщин в трауре. Действительно, богатая невеста. Вот только платье-то купили, чтобы проводить ее в нем в последний путь, обрядить в гробу. Вот такая картина складывается. Платье возвращалось дважды, при этом две свадьбы просто не состоялись именно после его покупки. Конечно, передумать, поссориться можно на любом этапе, но ведь если покупают платье, куда уж тут обратно-то? Более чем странно. И так два раза подряд. И в последующем, при всех его достоинствах, не купил же его никто. И еще один странный момент. Смерть девушки тоже была связана со свадьбой. Выходили замуж сразу две ее сокурсницы с разницей в несколько дней. На свадьбе у одной из них девушка поймала букет невесты, очень радовалась, ведь по приметам скоро и ей быть в свадебном платье. На вторую регистрацию она опаздывала. Своя машина сломалась, автобус в Красноярск только вечером. И отец вызвонил каких-то знакомых, которые ехали в город, попросил довезти. На трассе машина столкнулась со встречной на огромной скорости. Еще двоим пассажирам и водителю ничего, терпимо, а сидевшая впереди девушка умерла на месте. Вот так шикарное арабское платье и дождалось свою настоящую хозяйку. Ужас в подвале. Мой приятель Вадим живет в нашем городе не так давно, лет пять. Родом он из области. Раньше жил в городке поменьше. Работаем мы вместе, собственно, так и познакомились. Около года назад пошли мы с Вадимом после работы в один бар выпить по пиву. Бар находится в полуподвальном помещении. В зале полумрак. Посидели мы сейчас и вот Вадим ни с того ни с сего рассказал мне эту жуть. Видимо, место вызвало такие ассоциации. Воспоминания нахлынули. В пятиэтажке, где Вадим жил с самого рождения, как и в других домах, был подвал. На нем, как водится, висел замок, но его периодически срывали какие-то хулиганы и ребятня, игравшая во дворе, туда иногда заглядывала. Подвал, как известно, место страшное, а потому цель у детишек была одна — напугаться. Кто-то из ребят, кто Вадим точно не знал, пустил слух, что там в подвале живет маньяк. Ну, мало ли, выдумка бурной детской фантазии и все же. Видимо, потому что так пугаться было интереснее, ребята в это поверили. Было известно даже место его обитания, комнатушка с постоянно закрытой ржавой железной дверью. Высшим проявлением героизма для мальчишек считалось добраться в полутьме до этой двери и постучать туда. Ну, а потом, естественно, с криком кинуться обратно к выходу. Как-то вечером Вадим и еще трое храбрецов спустились в это подземелье маньяка, один из ребят постучал в дверь и тут случилось то, чего никто из них не ожидал. Ребята уже двинулись к выходу, как дверь со скрежетом отворилась и оттуда хромая вышел какой-то мужик. Времени его разглядывать у ребят не было. Бежали они так, что пятки сверкали. Запомнил Вадим только, что мужик тот был со страшным лицом. Лицо было нечеловеческое, как у какого-то монстра или зомби. Возможно, на нем была надета страшная маска. Напугались ребята не на шутку и к подвалу не подходили еще долго. Молва о том, что они видели маньяка, вышедшего из железной двери, облетела всю округу. На том бы все и забылось, если бы не одно обстоятельство. Однажды, возвращаясь домой, Вадим увидел во дворе толпу людей из его дома. Там же стояло две пожарные машины, а из подъезда валили клубы черного дыма. Оказалось, там был пожар. Его чудом удалось потушить, к счастью, ничего не взорвалось, но подвал выгорел полностью. Самое жуткое Вадим узнал позже от кого-то из друзей. Этот кто-то случайно узнал из разговора родителей, что из подвала потом вытащили несколько обгоревших тел. Их руки и ноги были связаны колючей проволокой. Поскольку никто этих людей не опознал и о их пропаже никто так и не заявил, погибшие были признаны бездомными. Поджигателя милиция так и не нашла. Когда вся эта история получила огласку, несколько семей из этого дома, включая и семью Вадима, переехали, что называется, от греха подальше. Вот такая жуть случилась в обычном подвале обычного многоквартирного дома.